Почему 100 тысяч геймеров уже выбрали GAPESTORE.RU? Потому что у нас скидки длятся круглый год, а ключи берутся напрямую у издателей и продаются по низким ценам без комиссии. Покупай игры на GAPESTORE.RU. Ссылка в описании. Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас в новом выпуске Выживания на Старых Железках. Сегодня наш гость, как я и обещал в предыдущем выпуске, который вы можете сейчас посмотреть по нотации. Сегодня наш гость это долгожданный и так хорошо воспринятый вами PGA370. Вот такой вот комплектик. Я сейчас, кстати, ребята, пишусь на реальную аналоговую камеру, на реальную пленку и потом отоцифрую. Поэтому вы видите изображение с первой камеры вот таким и со второй камеры вот таким. В общем, ребята, что я могу сказать по вот этой вот железке? Это у нас материнская плата на чипсете VIA. Максимальная поддержка оперативной памяти до полутора гигабайт. Вы представляете, какой же роскошью в то время было иметь вот такую вот материнскую плату с поддержкой полутора гигабайт памяти. Обычно почти все эти материнские платы на PGA370 максимально поддерживали 512, несмотря на то, что у них было три слота по дозу. Но вот эта материнская плата умеет аж полтора гигабайта. Конечно же, конечно же, увы, у меня таких планочек не было. Я не смог найти ни одной на 512. Мне прислал недавно подписчик одну, но она почему-то конфликтовала с этой матерью. В общем, мать с ней не запустилась. Поэтому мне пришлось набить все три слота памятью по 256 мегабайт. SD-RAM. Это не DDR, для тех, кто не знает. Это память SD-RAM. Что еще могу сказать по поводу вообще сегодняшней платформы, которую мы тестируем? Ну, очень старая платформа. Очень жаль эту платформу, в общем, можно так сказать. Потому что она родилась мертворожденной, так сказать. Потому что, когда она вышла, буквально там спустя небольшое количество времени, небольшой промежуток времени, уже вышел 423, который тоже умер сразу же после выхода. И 478 легендарный. И всеми известные моими подписчиками по сей день. Почему так получилось? Ну, потому что, в общем, прогресс шел семимильными шагами. Люди шли, покупали вот эти вот третьи пентаки, в основном на Celeron'ах, на 700 МГц, в общем, на Копермайнах. Они покупали, покупали вот эти вот Celeron'чики. Это все же был прогресс по сравнению со вторым Pentium'ом. И потом очень быстро, очень быстро это все устарело. То есть, с появлением того же Pentium'а 4 на 478, вот это железо уже стало неактуально. Так как здесь медленная память, AGP 4X в основном, 8X AGP я ни разу не встречал, по крайней мере, на 370-м сокете. Здесь все упиралось в медленную память с дыром. Память сама по себе была достаточно дорогая, DDR стоила не дороже, там, ну, небольшая разница была. И поэтому люди, конечно же, уже отдавали предпочтение всяким 478-м. Хотя на рынке уже было полно вот таких вот 370-х. То есть, они остались невостребованными. И хозяева, которые, в общем, посчастливилось, которым купить вот эти вот PGA 370, я думаю, были не очень рады. То, что буквально там спустя год уже совершенно новое поколение вышло, которое просто и в хвост, и в гриву рвет вот эти вот железячки. Ну ладно, не об этом. Это такой вот немножечко исторической информации от меня, хотя сам не уверен в ее правдоподобности. Но это чисто вот как я считаю и как я знаю. Потому что, ну, действительно, PGA 370 продавался в магазинах где-то вплоть до 2007 года. То есть, вы представляете, вы могли прийти в магазин и купить новый абсолютно PGA 370. Ну, у нас сегодня вот такой вот зверек на тесте. Раз этот зверек, ну, вот такая вот материнская плата, шикарная, она еще и умеет работать с процессорами Туалатин. То есть, это не просто вот эти вот без термокрышки, так сказать, процессоры, как 462 на вид, там, Пентиумы, Селероны, на ядре, там, Коппермайн, еще на других, то есть, более старых. Это Туалатин, то есть, это полноценный такой вот мощный процессор, последние самые мощные процессоры под вот этот вот сокет, PGA 370. Раз такое везение случилось, я поставил сюда, у меня был Селерон Туалатин 1.2 ГГц. Также я набил все слоты оперативной памяти по 256 МБ. Суммарно у нас здесь 768 МБ оперативной памяти SD-RAM, увы, она, к сожалению, не работает на частоте 133. Что бы я ни делал, просто какая-то планка либо отваливается, либо две отваливаются, и втроем они никак сдружиться не хотят, потому что они разносортные. В общем, вот эти мамки еще и были капризные к памяти, желательно, чтобы она была в то время одинаковой. Что я могу сказать? В общем, у нас здесь Селерон Туалатин 1200 МГц, 768 МБ оперативной памяти, видеокарточка будет сегодня использоваться у нас вот такая вот красавица от Asus. Так, сейчас я вам ее покажу. Вот такая вот красавица от Asus, это FX5200, это NVIDIA FX5200 на 128 МБ. Ну, карточка такая себе, но, опять же, так сказать, для раскрытия потенциала этого процессора, я думаю, этой карточки должно хватить с головой. Так как все же в те годы у людей, и у пользователей третьих Pentium, и у пользователей PGA37 стояли всякие Riva TNT, MX400, это уже было круто, MX440, это реально уже было круто для обладателя третьего пенька. А здесь аж такой жир в виде FX5200, я думаю, что ее должно при тестировании, ну и вообще хватить за глаза, 128 МБ видеопамяти, вы хоть представляете? Это было реально настолько круто в то время, что вы могли там ходить по школе, по коридору, и всем просто на перемене подходить и говорить, у меня 128 МБ видеопамяти, чувак. Ну, как-то так. Так что такая FX5200 от Asus. Что еще? Да, кстати, мне что понравилось вообще в 370-м PGA, то что, оказывается, они, похоже, полностью обратно совместимы радиаторами с 462-м сокетом. То есть сюда идеально подошел радиатор от 462-го сокета, он медный, покрашенный, медь покрашенная в какой-то фиолетовый цвет, вы сейчас видите, на этой камере будет видно получше. То есть медяночка выкрашенная в фиолетовый цвет и вот такой вот здоровый кулер. То есть охлаждается этот процессор просто великолепно. Я, вот честно, даже раньше не пробовал на обратную совместимость. То есть я никогда не пробовал поставить кулер от 462-го и наоборот на 370-й. Но он подошел, так что знаете, у кого еще в запасах есть вот такие железячки с 370-м PGA, кулер от 462-го подходит сюда без всяких проблем. Так, на чем я остановился? Я остановился на том, что здесь есть два USB-порта, вот они, вот они. Но проблема этих USB-портов заключается в том, что это USB 1.1. Это катастрофически маленькая скорость передачи. Поэтому мы будем ставить вот такую вот плату. Это плата расширения, она USB 2.0. То есть она дает поддержку USB 2.0 и все работает гораздо быстрее. Потому что как мне ставят игры, тестовые программы и все остальное с USB 1.1 я просто не представляю. Это же такой трэш и ужас. Вы представляете, сколько будет ставиться тот же, я не знаю, там 500-мегабайтный офис. Да там можно полчаса, час прождать, и он еще и не установится. Так что такая плата у нас USB 2.0 будет использоваться в сегодняшней сборке на этом Туалатине. Так, далее. И в материнской плате, в тех материнских платах почти повсеместно нигде не было сетевых карт. Потому что в то время, я не знаю, либо люди почти не пользовались интернетом, либо это было не настолько актуально. Но вот такую обычную реалтековскую 100-мегабитную сетевушку мы сегодня будем использовать в этой тестовой сборке. Самая обычная реалтековская 100-мегабитная сетевая карта. Кстати, что хорошо, на этой материнке, потому что, ну реально, это жир материнка, жир для того времени, я вам говорю, полтора гигабайта поддержка оперативной памяти, здесь уже есть встроенный звук. То есть вот он, вот он, есть встроенный звук. И это очень круто, ребята, ну потому что, блин, в то время все вот в такие вот 370-е ставили повсеместно. Это Dialab модем, это вот эта сетевая карта 100-мегабитная, или даже 10-мегабитная, в худшем случае. И всякие вот такие поганенькие, урезанные, кастрированные звуковые карты размером вот с такую же сетевушку. То есть звук из них был настолько поганый, что даже на пластмассовых колонках Genius было слышно, насколько он отвратительный. Поэтому то, что у нас здесь есть полноценное аудио Realtek от C97, это не может не радовать. Такс. Ну и, собственно, в качестве винчестера используется вот такой Seagate Barracuda IDE, разумеется, 7200 оборотов. Ничем не примечательный Hard, самый обычный Hard, как-то так, то есть обычные тестовые жесткие. Надеюсь, кстати, на эту камеру снимается все аутентично, потому что я старался. Я купил эту камеру специально для аутентичных съемок древнего железа, потому что в те годы, 2000-2002 год, когда PGA307 использовался спросом, как раз таки все писали на аналог. Цифры не было как таковой. Умри цифра, я не хочу снимать на цифровую камеру. Мой выбор аналог. Вот, все олдфаги должны снимать на YouTube только на аналоговые камеры. Что ж, ну и последнее, завершающее блок питания Thermaltake. Smart RGB 600 Вт, просто потому что мне банально впадло искать какой-то другой. Потестируем на моем тестовом блоке питания. Кстати, интересно, сколько этот компик будет жрать при полной нагрузке, потому что у нас Celeron и вот эти 462 что-то жрали из крайнего выпуска на моем канале. Что-то там жрали 110-120 Вт. Интересно, сколько будет жрать вот этот вот третий пенек на Туалатине. В общем, вот такой вот Smart RGB блок питания. Что ж, друзья, я предлагаю собрать это все на столе, собрать тестовый стенд, запустить его и попробовать на нем выжить. То есть, что же будет, возможно ли этим хоть как-то еще пользоваться в 2018 году, подойдет ли он для офиса, для всего остального, или же это уже абсолютное барахло и место ему на свалке, либо же у коллекционеров и всяких гиков, которым, собственно, нравится все это. Что ж, друзья, приступаем! Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, друзья, предлагаю начать наше выживание на вот этом вот очень древнем железе, которого многие даже не видели в глаза свои, никогда точно им не пользовались. Что ж, хочу начать с того, что покажу вам характеристики CPU-Z. Здесь у нас, в отличие от 462-го, открывается CPU-Z свежая версия. 462-й же свежая версия CPU-Z выводила в синий экран. Так, конечно, долго грузится. И сейчас мы увидим, вот они, наши характеристики. Intel Celeron Tuolatin. Вот оно вот, ядро Tuolatin. 130 нанометров техпроцесс у него. Видите, Core Voltage 1.4 Вольта. Вот так вот, 1200 МГц. Собственно, одно ядро, один поток, разумеется. И кэш второго уровня, 256 килобайт. Можно сказать, процессор шел прямо рядышком. И был даже почти такой же производительный, как Pentium 4 на ядре Noswood, без гипертрейдинга. Что ж, вот он наш кэш. Вот она, наша материнская плата. 69.4T, 6.86 VIA. И вот наша память SD-RAM. Работает она на частоте 100 МГц. Увы, из-за того, что планки разные, планки разносортные, и они не хотят работать на частоте 133. Что ж, да, и упор у нас, опять же, весь в память получается. Здесь у этого процессора была единственная проблема, это то, что оперативная память слишком медленная. Если бы ему DDR1 хотя бы, 400-ю особенно, то, конечно же, этот процессор был бы наравне с даже лучше ранних Pentium 4. Ну и наша видеокарточка, собственно, NVIDIA GeForce FX 5200. Ничего необычного, я про нее уже говорил. Вот они, наши характеристики. Такс, я рассортировал программы, значит, по таким кластерам, можно сказать. И начать хочу с офисных приложений. Мне многие писали, что, собственно, мой Foxit Reader, который я устанавливаю для открытия PDF, слишком тяжелый. И да, я с вами согласен, я прислушался и установил Sumantra PDF. Это приложение работает гораздо быстрее, имеет, конечно, более урезанный функционал. Вообще, сама по себе неказисто выглядит. Но, в принципе, этого хватит. Если вам нужно просто открыть какой-то документ, распечатать его, то вот этой вот сумматоры вам хватит за глаза. Напомню, ребята, весь софт, который используется в сегодняшнем выпуске, будет в архиве по ссылочке в описании. Переходите, скачивайте, если кому-то нужен. В общем, PDF-ридером у нас вот здесь выступает Sumantra. Я ее, по-моему, сначала не так назвал. Но, в общем, Sumantra PDF очень хорошо работает. Версия 3.1.2. Также поставил WinDijaview View. Это, в общем, Dijaview файлы открывают, тоже офисные. Но одно время они были популярны. Не знаю, как сейчас кто-то им пользуется или нет. Но я ее поставил на всякий случай. Вот такая вот программка. Dijaview файла я, конечно, не встречал уже тысячу лет. Но вдруг кто-то ими пользуется. Я ее, собственно, поставил. Также у меня проблема возникла, что с LibreOffice, который мне кидали. Даже с старой версией не захотели, наверное, запускаться. Что с 2007 офисом. Какая-то ошибка при инсталляции. Я не смог инсталлировать даже свой Repack 2007 офиса. Пришлось искать, скачивать 2003 офис. Блин, ребят, вот это ностальгия, реальная ностальгия. Работает он здесь, разумеется, достаточно быстро. Но все же. То есть, это 2003 офис. Насколько я знаю, совместимости с 2007 у него нет. Конечно же, 2007 откроет документы третьего. Но вот наоборот, это сомнительно. Знаю, были какие-то патчи, расширения, чтобы третий офис читал документы седьмого. Но я их не ставил. Этот офис тоже будет по ссылочке в описании. Ну, можно заниматься бизнесом. В общем, так что, вот, я занимаюсь. Видите, все печатается, все работает. Сейчас покажу вам, как Excel открывается. Да, обидно, конечно, что не седьмой. Но почему-то у меня ни LibreOffice, ни седьмой офис не инсталлировался на эту машину. То есть, только третий. Вот, тоже все работает очень даже шустро. Лучше, чем седьмой офис на 462 сокете. Такс. Ну, в общем, в качестве офиса я использовал Word... Ой, я использовал пакет офиса 2003. Что еще? Также я поставил CoolReader программку. Она тоже по ссылочке в описании в архиве. Это читалка книг. Видите, чем еще заниматься на таком компьютере, кроме как читать книги? Я так подумал и установил вот эту вот читалку. Я помню себя молодого. Так сказать, мне в 2009 году один мой знакомый подарил вот этот вот 370 сокет с Celeron на Копермайне. И я читал на нем книги. Я сейчас даже вставлю свою фотографию. Мне тогда было 13 лет. Я сидел с этим, в общем, с Celeronчиком, с материнской платой и улыбался. Ну, вы сейчас видите фотографию, какой я был молодой. И радовался даже вот такому вот железу. Так что я считаю, что, ну, почему бы не почитать книги на таком компьютере? Для этого эта программа идеально подходит. Только она крашнулась при выходе. Ну, в общем, ничего страшного. CoolReader работает, как вы видите. Открывается. Это какие-то странные ошибки. Я не знаю, с чем они связаны при выходе. Так, ну, с офисом кое-как разобрались. Windy Jaview View, Sumatra, 2003 офис и CoolReader. Что ж, дальше давайте, наверное, посмотрим системные приложения. CPU-Z я вам уже показывал. Он тоже будет в архиве по ссылочке. А AIDA64 свежая работает на этой машине тоже без всяких проблем. Конечно, долго загружается. Можно сказать, долго. На современных-то машинках она загружается за полсекунды. Но здесь придется потратить вот уйму времени. Я сейчас все это пишу в реал-тайме, поэтому мне вместе с вами сейчас приходится смотреть на этот экран и читать вот эту надпись «Загрузка данных». Да, конечно же, долго. Где-то секунд 20-30 занимает вот это вот открытие этой программы. Что ж, программа загрузилась. И здесь весь базовый функционал ее работает. То есть датчики, все открывается, все показывается. И что хочу сказать, я проводил стресс-тесты этой машинки. И, в принципе, ничто вообще на ней не греется. То есть все вот эти показания датчиков, они правдивые. Конечно же, все в вот таком вот виде открытого тестового стенда. Ни в какой корпус это собираться не будет. Но все же, я проверял инфракрасным термометром. Все показания совпадают. При стресс-тесте, по-моему, самая большая температура была 41 градус. Это, по-моему, чипсет был. Я уже не помню, я мерил чуть раньше. Но сейчас вы увидите вставки с фотографиями. В общем, здесь все не нагревается. То есть все практически холодное. Все в пределах допуска. Вот такие вот температурки. Ну и, конечно же, радует обратная совместимость кулеров с 462-го сокета на PGA370. Давайте сделаем наш классический тест C-POW Queen. И здесь я, конечно же, его уже заранее проводил. Я вам скажу, результат очень хороший. То есть сейчас он покажет, где-то 2000, да, 2276 попугаев Celeron S, 1200 МГц. Память, правда, 100 МГц. SD-RAM. Ну и он у нас идет, как я вам и говорил, вровень Pentium 4 на ядре Noswood. 2,4 ГГц. То есть они почти что рядом. Если бы эту платформу PGA370 не душила вот эта вот память SD-RAM, то, в принципе, она пожила бы, она бы протянула, до сих пор держалась бы на плаву вот на этих працах, туалатинах. Но, увы, эта память, конечно же, просто все портит. Если была бы вот Dual DDR400, то мы бы вообще вырвались вперед. Кстати, посмотрите, Celeron на 2000, на 2 ГГц, в общем, на 478, наш Celeron на 370 уделывает. Но здесь, как видите, Dual DDR400 память была. В общем, аидка вот эта работает, она тоже в архиве по ссылочке. Можно тестировать, проверять температурки и все остальное. Также работает здесь самая последняя актуальная версия Crystal Disk Info. Вы также можете чекать, проверять состояние своих хард-дисков. Вот состояние диска, с которого мы сейчас все это тестируем. Это Seagate Barracuda, 7200 оборотов. Ну, ничего необычного, и с ней все в порядке. Наработка, я бы даже не сказал, что какая-то лютая. Еще хард-диск в неплохом состоянии. И, естественно, Secleaner. Secleaner, без которого как можно чистить систему без Secleaner? Реестр, сервис, автозагрузка. Все можно почистить, все можно настроить. Версия, опять же, как и в выживании на 462-м, 5.0.1.50.75. Вот они наши характеристики. Intel Celeron CPU 1200 МГц, 767 МБ оперативной памяти. И NVIDIA GeForce FX 5200. Моя любимая видеокарточка. В общем, Secleaner здесь тоже работает без всяких проблем. Что же, давайте переходим к следующей категории программы. Это программы для работы с образами, для работы с дисками. Здесь я поставил, опять же, свою любимую Diamond Tools Pro. Старую версию, где-то 2011 года. И она работает без всяких проблем. Она монтирует образы, создает виртуальные приводы и не тормозит. То есть, посмотрите, это холодный пуск программы и как она быстро запускается. Но, действительно, очень хорошо оптимизированная программа, которая не требует никаких лишних инструкций и все остальное. Алкоголь 120 я ставил по вашим просьбам, прислушивался к вашим советам. Но три версии разных, даже старых, почему-то не запускаются. В общем, постоянно какие-то вот такие проблемы, какие-то ошибки непонятные. И алкоголь 120 почему-то на этой машине, как ни странно, нормально не функционирует. Может быть, я качал хреновые версии, но он не работает. Так что это я вам показал для наглядности. А то опять будете меня хайдить, что я ставлю Diamond Tools Pro, но не могу поставить алкоголь 120. Что же, также Nero Start Smart. Давайте вспомним такую программу, как Nero 6, Nero 7. Это ведь был, так сказать, наш мультимедийный центр. Здесь можно было создавать видеопрезентации, даже свои фильмы клепать встроенным видеоредактором. Также можно было писать любые форматы. Аудио CD у кого были старые магнитолы в автомобилях, или у кого были всякие бумбоксы, которые не умели работать с MP3. Здесь вот, например, режим сделать аудио CD выручал очень много людей. Так как можно было взять MP3-шечки, там сколько, 12 штук или до 18 помещается на аудио CD-диск. И можно было создать аудио CD, слушать его на каком-нибудь достаточно старом музыкальном центре из 90-х, или на каком-нибудь стареньком бумбоксе. Ну или же, как я уже сказал, в автомобиле. В общем, Nero здесь тоже работает без всяких проблем. Вот сколько функций у нас. Можно использовать этот третий пень, как какую-то мультимедийную площадку для монтажа Full HD видео на YouTube. Ладно, конечно же, шучу. Но вот чисто такие какие-то цели записать аудио CD, записать видео CD, подрезать какой-то VHS, допустим, оцифрованный, можно на этом компьютере. Так-с. Вот, в принципе, разобрались с таким софтом. Вот, что еще сказать, даже не знаю. Надо его в сторону. И вот еще один софт. То есть это у нас здесь мессенджер. Так как Telegram в RF запретили, я перешел на Quip 2005. Quip 2005, по-моему, самый лучший мессенджер, который можно себе представить. Смотрите, сколько же ностальгии в этой заставке. Ребята, ну вот скажите, правильно же. Такая ностальгия. Попробуем. Попробуем залогиниться. Давайте. Пацаны, стучитесь в Аську мне, пожалуйста. Стучитесь в Аську. Мне очень скучно. Связь прервана. Проверьте настройки включения. Значит, у нас не работает сетевая карта, скорее всего. Да, у нас отошел кабель, похоже, от сетевой карты. Давайте его употкнем. Сейчас пойдет обмен пакетами и попробуем залогиниться в ACQ. Интересно, кто ко мне постучался в Аську за эти 7 лет, как я ее не использую? Давай, 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 давай. Подключайся, подключайся, пожалуйста. Ну, я же правильно все ввел, да? Давай, 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 давай. О, нифига себе! Блин, ребята, смотрите. Только я ничего не понимаю, почему здесь нет моих контактов. Похоже, она все-таки не подключилась. А, все! Нифига себе! Подключилась, подключилась. О, дядя Ваня, здорово, друг! Здорово! Гоу гулять! У меня есть сотка на пивас. Как же это классно, ребята! Волог, чего? Блин, у меня уводили Аську, короче, за это время. Я даже не знаю, что у меня сейчас по инфе в моей Аське. Так, блин, надо замылить это, а то тут мой сайт и все остальное. Волог какой-то. Вообще хрен его знает. Прикольненько. Ну да, у меня в 13-м году уводили Аську. Здесь вот, короче, день рождения на 13-й год поменен. Что-то бред какой-то. Ну, в общем, ребят, оно работает, представляете? Это какая-то жесть. Давайте попробуем посмотреть инфу данной пользователя. О, боже, как же это было классно. Ну, серьезно, вспомните, вспомните это. Ох, я не знаю, я даже вспомнил свой пароль и UIN. То есть, классно, реально классно. Что ж, свернем Аську. Вдруг нам что-то напишет. Сейчас статус сменю, а то невидимый для всех. Я в депрессии. Нет, я дома. Я дома. А X-раз статус мы поставим, как все ставили, понтовались. Мы поставим, конечно же, где-где-где-где-где. Не вижу. Вот, секс. По-моему, этот. Нет, это интернет. Нет, вот интернет, а это, ну ладно, просто любовь. И типа вот такие вот штучки. И показать шарик дня рождения. Все, шикарно, просто шикарно. Свернем Аську, а то вдруг кто-то будет писать нам. В общем, ребят, я всем советую, кто пользуется телегой, не занимайтесь ерундой, переходите на Equip 2005. По-моему, это сейчас лучший мессенджер, который может представить, так сказать, альтернативу предоставить вам заблокированному телеграмму. Так что юзайте Equip 2005, ссылочка в описании, качайте пак и устанавливайте. Что ж, с Аськой мы разобрались. У меня прям аж слеза ностальгии пробила по щеке. Ладно, шучу, я не плачу, но реально так поностальгировать прям захотелось. По ICQ, жалко, там никто уже не сидит. Что ж, как плеер я поставил VLC Media Player. Я бы не сказал, что он сильно жрет ресурсы, но вот такой вот простенький, с обычным интерфейсом. Также здесь есть стандартный плеер от кодеков, разумеется. Кодеки я поставил, и ссылочка на кодеки, ссылочка на пак, там кодеки тоже есть. Кто ищет кодеки под вот такие старые машинки. Я не помню версию этого Клайд Кодек Пака. О, запустилось видео само, смотрите. Мы даже на этом компьютере можем, в принципе, при желании посмотреть видео. Конечно же, нагрузка на ЦП у нас 100%. Самое смешное, что видео называется «Молоденькая студентка секс». И ЦП, как бы, ну, вы понимаете, загрузка ЦП зашкаливает в этот момент. То есть, видите, видео, это видео 360p, и оно подтормаживает. Я вижу, я не знаю, видите ли это вы, но я вижу, как оно подтормаживает. То есть, FPS, может быть, 15-20 у видео есть. В принципе, видео наподобие вот этого, я хотел показать его чуть позже, но оно само открылось. Наподобие вот этого, у меня есть некоторые видео какие-то определенные. То есть, вот, они будут открываться, вы даже сможете их посмотреть на такой машинке, там, сидя в гараже, подбухнув пивка, можете открыть вот такие вот обучающие видео. Смотрите, как приятно. Люди смотрят историю, смотрят исторические фотографии. Вот, вот пример для молодежи. То есть, вот такими вещами нужно заниматься, когда вы приходите в гости к девушке. То есть, обычно все на что-то рассчитывают, а вот молодые люди нормально так сели и смотрят какие-то журнальчики. В общем, там какие-то исторические факты, наверное, написаны. Ну, в общем, пришли домашнюю работу поделать. Как вы видите, 360 видео, в принципе, этот процесс тянет, при этом захлебывается нахрен. Загрузка ЦП просто зашкаливает. Я лучше выключу видео, потому что что-то они каким-то непотребствием начинают заниматься. И все, загрузка ЦП у нас спала в ноль. В общем, есть VLC Media Player и есть встроенный Клайд Кодек Пак. Вот этот вот видеооткрыватель Media Player Classic. Тоже выведу на рабочий стол. Что же еще? Конечно же, я поставил тоже по вашим просьбам 7-Zip. Вы сказали, что он гораздо легче. Он гораздо легче WinRar, при этом он бесплатен. То есть, можно скачать социального сайта и юзать его. И действительно, он гораздо проще, как бы даже в интерфейсе, чем WinRar. Он гораздо быстрее откликается, он гораздо быстрее работает. Смотрите, как молниеносно происходит его открытие. То есть, 7-Zip меня начал всем устраивать. Спасибо, что открыли мне глаза и не заставляете, вернее, и, так сказать, меня в другое русло переназначили. Я больше не использую пиратский софт, так сказать. Что ж, по интернету у нас браузер Chameleon, потому что ни один браузер здесь нормально не заработал. Я пробовал, ребят, и это ад. Это просто дичь. И пользоваться даже очень старыми 22-ми версиями Хрома на этой машине получается прям скрипя зубами. Так, у нас поисковик DuckDuckGo. Давайте попробуем зайти на Яндекс. Мы же все-таки русские люди, мы хотим Яндекс.ру. Давайте попробуем. И, как видите, загрузка занимает определенное время. И вот так вот все лагает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это просто дичь. Я даже, скорее всего, не смогу загуглить свой хардбас, свою любимую музыку. Так, Ваське мне еще никто не написал. Нет, пока что никто не пишет почему-то. Блин, я даже экстра статус поставил. Все равно никто не пишет. В общем, ребят, как вы видите, просто захлебывается. Наш процессор в интернете. Даже похлеще, чем 462. Никакая вот флеш-анимация, HTML5. Ну, она все убивает этот процессор. То есть, видите, похлеще, чем видеозаписи с детьми, которые смотрят какие-то журналы на кровати. Давайте попробуем просто повесить этот процессор наглухо. Открыть карты. Это приложение на HTML5. Ну, не приложение, а страница на HTML5. Которая не оптимизирована настолько. Такие криворукие и рукожопые инженеры Яндекса, что она лагает даже на моем Xeon. 56, 75, 6-ядерном, 12-поточном. Она умудряется зависать. И, в общем, браузер начинает не отвечать. Что же будет здесь? Здесь не прогружается даже карта. Так, вот прогрузился город, где я нахожусь. Но сразу реклама, конечно же. А почему нет? Давайте интегрировать рекламу куда угодно просто. Ну, как вы видите, это просто ад. Реально ад. Блин, я не знаю, как здесь закрываются вкладки. Давайте просто попробуем в мою группу ВК тогда перейти. Подписывайтесь, кстати, на нее, кто не подписан. Там уже очень много народу. И если вы не там, то я не знаю, что вы делаете, зачем вы вообще живете, если вы не подписаны на мою группу ВК. Короче, Яндекс.Карта убила этот процесс наглухо. Посмотреть адрес какой-нибудь на нем вообще будет очень тяжело. Вам придется скачать какой-нибудь Атлас 2005 года Московской области, который будет каким-то стендалон-приложением. Который будет работать без интернета и без всего. Ну, это просто ад. Смотрите. Загрузка ЦП сотка. И мы даже не можем выйти из этих Яндекс.Карт. Все. У нас кое-как прогрузился ВК. Вот, видите, 28 тысяч человек уже в группе. Ребята, а где вы? Где же вы? Я не знаю, почему вас тут нет еще. Ну, ВК, как я вижу, тоже почему-то как-то странно. А вот все. Ой, какие дикие фризы. То есть, жесть-то какая. Я поэтому вам и говорил, что всякие Хрома 22-й версии, они просто убивают этот компьютер. Ни одна вкладка не открывается. Просто приходится хардрезить ему делать через кнопку. Потому что он зависает настолько намертво. Вы видите, как здесь плохо серфится ВК. А там даже не открывался Яндекс в Хроме. Ну, в общем, ребят, подписывайтесь на группу, кто еще не подписан. А я планирую уже закрыть. Все, все. Закрываем этот браузер. Это ад. Пользоваться интернетом даже на Туалатине, даже на Бодром Проце. Я не говорю про Копермайн, Селероны, 700-мегагерцовые. Все. Это невозможно. Вы не сможете даже банально почитать новости. Потому что это превращается в такой лютый кошмар. Что просто жесть. Что же, друзья, мы, в принципе, все проги обозрели. Я вам показал, что даже как офисную машину его лучше, наверное, не использовать. Потому что седьмой офис хреновый, он вообще не запустился. Либро офис старой версии тоже на нем почему-то отказались работать. Ну, вот такой вот скудный набор софта я вам показал. И это невыносимо. Если 462 хоть как-то работал, и это хоть как-то можно было назвать каким-то полуофисным, полубичевым, днищевым компьютером, то здесь это все превратилось в дикий трешак, в дикий ад. И пользоваться этим, увы, совершенно невозможно. Что ж, друзья, я поставил здесь энное количество игр. Я их еще даже не пробовал запустить. Поэтому не знаю, запустятся ли они все. Но давайте мы сейчас с вами приступим к тестированию игрушек. И, может быть, хотя бы в какой-то вот игропромышленности, в какой-то игровой отрасли этот третий пенек, вернее, этот PGA370, еще хоть как-то можно использовать. Что ж, друзья, хотелось бы начать тестирование с CS 1.6. Настройки графики никакие. 800 на 600 разрешение экрана. Настройки графики в CS 1.6 не меняются. И здесь какой-то, ну, слишком хреновый FPS. И я не знаю, в чем дело. Я поставил нормальные драйвера на видеокарточку. Это игра без ботов. Это игра по сети. То есть здесь играют вот какие-то живые люди даже. Как вы видите, вот меня даже убивают. И FPS здесь меня не радует. Это, конечно, свежая версия CS 1.6 2017 года. Может быть, сюда что-то добавили. Но, как я помню, в своем детстве я на третьем пеньке уж играл явно получше, чем вот это вот. То есть, посмотрите, в баталиях у нас 13, 15, 11 даже. Видите, FPS. Режим у нас стоит OpenGL. Но, честно, даже не знаю, с чем это может быть связано. Жалко, что никакой оверлей не выведешь и не посмотришь на загрузку конкретно там GPU и конкретно CPU. Может быть, это из-за столь медленной оперативной памяти. Потому что, ну, я опять же вам говорю, что весь упор у нас в оперативку. Блин, я не могу даже попасть во врага. Да что ж такое-то? Я вот даже не покоцал, похоже. Ну, как-то, блин, ребят, CS 1.6 идет просто ужасно. Насколько я знаю, все же должна она идти здесь получше. Ладно, давайте это, так сказать, свалим на то, что это свежая версия CS 1.6 2017 года. Хотя я не знаю, что принципиально там поменялось в движке, что все перестало работать. И вот такое вот у нас, прямо сказать, ужасное PS. Ну, опять меня убили, понятно, со остальными кадрами. Я не знаю, как играть. Покажу вам настройки, чтобы вы все понимали. Вот, собственно, OpenGL. Вот у нас разрешение экрана. Больше тут настройок-то никаких и нет. Ладно. О, давайте в дымку зайдем и... Воу! 15-14 кадров. Ну, короче, классно. Классно. Стрельба очередями. И меня, разумеется, убили. Что ж, вот такой вот тест CS 1.6. Это просто ужасно и неиграбельно. Давайте переходить к следующей игре. Ребят, следующая игра на тесте Sirius M1. Здесь, опять же, у нас разрешение экрана 800 на 600. Я уже запускал его сейчас перед тестом. Я уже поставил другие версии видеодрайверов. Думал, может быть, как и с драйверами какие-то проблемы с DirectX. Нет, все нормально. То есть, я переставил и то, и то. Но проблемы осталось. Посмотрите, в такой, можно сказать, простецкой игре. У нас всего 9, там, 11, 12 фпс. Какие-то фризы проскакивают. Мне также кажется, что не только здесь медленная оперативная память всему виной, а также то, что материнская плата и видеокарта, в общем, работают в режиме AGP 2X. Эта материнская плата теоретически должна работать в режиме 4X AGP, но почему-то вот эту видеокарточку она назначила в 2X. Никаких переключателей в BIOS я не нашел, поэтому даже не знаю. Возможно, что эта видеокарта, как бы это смешно ни звучало, не раскрывает свой потенциал, и все превращается в такое слайд-шоу из-за того, что она работает в режиме 2X. В общем, ребят, я не такой не хардверный чувак, не специалист, не знаток железа, поэтому отпишитесь в комментариях ваше мнение, почему же так дико тормозят игры. По-моему, у нас был как-то тест игр на Купермайне, на Селероне, и то такого не было. Но там была более такая блатная мать, можно сказать. Там, по-моему, 4X AGP работал без всяких проблем, и память завелась на 133 МГц. Но это просто дичь, и даже в Sirius M1 поиграть невозможно. Хотя я четко помню, что в детстве я на третьем пеньке в него гонял с друзьями, даже на каких-то более высоких настройках графики. Не было вот такого вот дикого мыла и пикселей. В общем, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, почему же все так лагает, а я приступаю к тестированию следующей игрушки. Что ж, друзья, следующая игра на тесте у нас вилорок. Здесь, увы, не отображается никакой оверлей, я не могу вывести счетчик FPS. Настройки графики очень низкие, разрешение экрана 800 на 600. Ну и тоже на глаз здесь около 15-20 кадров. Просто жесть. Шутаны с таким вот FPS играть невозможно. То есть у меня очень плохо откликается мышь, но я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Это все равно что играть, я не знаю, в CS GO, в PS20 или 15. Это уж прям для таких ярых хардкорных геймеров. Ну, я могу сказать, что непонятная история, в общем, с этой машинкой. Почему все так хреново работает. Да, да, посмотрите только какие просадочки бывают. То есть все плавненько, плавненько, потом вдруг хоп, и фриз какой-нибудь или что-то еще. Вот как он, кстати, прыгает с такой высоты, не ломает ноги, я вот не понимаю. Давайте еще раз. О, за мной кто-то там прыгнул, нифига себе, бесстрашный. Так. Поехали. Воу. Ну, в общем, как-то хреновенько. Играть в это некомфортно вообще. Просто жесть. Вот тут вообще 5 сейчас где-то FPS было. Да, да, ну, сливает наш, в общем, пень, о, наш Celeron на Туалатине, к сожалению. Либо же, я не знаю, что-то не так с материнской платой. Почему она в 2Х режиме IGP запускает. Ну, это вообще катастрофа. 3 кадра, 5, может быть, все, все. Это вообще финал. Все, я не могу, у меня даже управление теряется, я не могу выстрелить правильно. Так, лайфхак. Смотрим в небо и убегаем. Вот, во всех играх работает. Ну, ладно, не во всех, кроме Fallout. Ну, все, смотрим в небо и сваливаем. И вот тут у нас FPS 40 есть 30. Оу, воу, воу, воу. Ну, в общем, ребят, это совершенно неиграбельно. Давайте переходить к последней игрушке на сегодняшнем тесте. Следующая игра на тесте. Древний крутит свитки Morrowind. Третья часть, в общем, свитков. И здесь я уже даже отключил оверлей, увидев 10, 5, 10 FPS. Я подумал, что, может быть, и Bandicam настолько убивает процесс, что вот такие тормоза постоянно начинаются. Но нет, как вы видите, без оверлея абсолютно та же история. То есть, вот такие вот лаги, просадки. Ну, если честно, мне не верится, что все же это из-за процессора. Скорее всего, какая-то несовместимость. Может быть, слишком хорошая карта. Потому что я помню, как на Riva TNT на 32 мегабайта. Там, по-моему, правда не хватало каких-то шейдеров. И приходилось через программку, которая без шейдеров помогала запустить игры. Я не помню, у моего друга, в общем, была такая прога. Через нее запускаешь экзешник игры. И пусть у тебя нет некоторых теней, некоторых объектов. Но игры без пиксель-шейдеров, по-моему, второй версии поддержки запускались на старых картах, типа Riva TNT на 32 мегабайта. В общем, у меня все шло, ну, куда как-то приятнее на разрешение экрана 640 на 480. Здесь же вы видите, как все зависает. Вот чтение обстановки. И на этом был такой серьезный пролаг. Вот мы до сих пор висим, как вы видите. С жестким диском тоже проблем быть никаких не может. Это мой тестовый хард 7200 с нормальным смартом и со всем остальным. То есть другие сборки нормально, абсолютно работали с этим жестким диском. Ну, все. Похоже, мы зависли и в Seydanin мы выйти не можем. Этот компьютер просто умирает от выхода в Seydanin. Так, что-то прогрузилось. Ох ты ж, е-мое. Ну, тут 3, 2, может быть, кадра определенно есть. Ну, это просто дичь. Настройки сейчас минимальные 640 на 480. Блин, ну, тут даже продолжать, в принципе, играть не стоит. Если, опять же, смотреть в пол, наверное, все улучшится. Да, да, все улучшилось. Вот такой вот какой-то нелепый тест, потому что я не понимаю, в чем проблема. Все уже переставило DirectX и драйвера другие поставил. Все равно вот такая вот хрень. Может быть, какая-то с мамкой проблема. И почему она работает в AGP-2X всего лишь вместо AGP-4X заявленного. Ну, в общем, ребят, это была последняя игрушка на тесте. Вот так вот показала себя сборка на Celeron на ядре Tuolatin в 2018 году. Сказать, что ей можно пользоваться, нет. Ей вообще нельзя пользоваться. Даже использовать, в общем, Socket 370 как какую-то печатную офисную машинку не представляется возможным. Это какие-то адовые муки. И нормально на повседневе. Ну, этим пользоваться совершенно будет неприятно. И как бы, ну, это просто жесть. Вы сами все видите. В Морвенде там 3-5 FPS. FPS это хороший показатель. Даже для гаража, мне кажется, не пойдет. Потому что вот всякие хоум-видео, которые я вам сегодня показывал, вы там посмотреть не сможете. Только 360 разрешение MPEG-4 уже проц забит под завязку. То есть, если вы решите посмотреть какое-нибудь DVD, я думаю, все будет еще хуже. Что ж, вот такое вот было тестирование. Давайте подводить итоги. Друзья, забыл сказать по поводу потребления данного компьютера. Сейчас в стресс-тесте всего лишь 60 ватт он жрет. То есть, вообще минимально. Ну, реально. Вот это самые минимальные показания, что я видел. Напомню, вот у нас Celeron D где-то стопом 15 ватт ел при стресс-тесте. Это учитывая, что он был без видеокарты, без всего. Здесь же вот колеблется от 55 до 60 ватт. Потребление минимальное. Ладно, друзья, давайте подводить итоги. Ну что, друзья, что я вам хочу сказать. Это, конечно же, просто ужас. Даже Tualatin, то есть, собственно, не смог справиться хоть как-то с повседневными задачами 2018 года. Даже для какого-то офисного компьютера эта платформа мертва. Может быть, для каких-то старых станков ЧПУ, где нужны, собственно, разъемы LPT, разъемы COM. Он и подойдет для какого-то софта, который работает там из-под DOS или из-под чего-то другого. Но именно как даже офисник в 2018 году этот компьютер не актуален совсем. То есть, вот в 2017 я умудрился... Вот сейчас по аннотации вылезет видео. Посмотрите, я умудрился продать вот этот компьютер. Тоже на Tualatin, по-моему, тоже на Celeron. И там тоже, кстати, лагали все игры почему-то. Я умудрился продать его что-то там в районе 1000 рублей, по-моему. Вот без шуток, по-моему, говорю. И его взяли у меня чисто под DOS, потому что им нужен был компьютер, который будет работать с их винчестером. Там, в общем, был автосервис. У людей стоял станок схождения-развала. И у них был уже хард с установленным всем программным обеспечением. У них сгорела мать, подобная мать, тоже 370 и PGA. И они приехали ко мне, забрали весь комп, подкинули свой хард. Комп включился, мой комп с их хардом. Они дали мне 1000 рублей и, собственно, забрали у меня этот компьютер. Вот. Поэтому я считаю, что в 2018 году, ну, только если вам повезет на такого же человека. То есть, которому надо будет либо под какой-то станок там, или под что-то еще купить такую машину. Продать на Авито вот подобный мусор под видом офисного вам, ну, будет не то, что сложно, а практически невозможно. Потому что даже 2007 офис на этом плохом железе не работает. Хотел вырубаться, но не буду. Что ж, ну, я думаю, что видеокарточки в этой проблем все же нету. Мне кажется, что она отработала нормально. Опять же, все уперлось в шину AGP 2X. То есть, из-за этого и вот такие вот серьезные проблемы. Я помню, когда мы тестировали сервак на 2-3 Pentium, как раз-таки там все уперлось в видеокарточку 6200 NVIDIA на PCI. То есть, она работала на шине PCI. И там во всех играх был ужаснейший FPS. Не из-за того, что эти два процессора не справлялись, то есть, серверная эта машина не справлялась. А из-за того, что видеокарточка работала, во-первых, 66 МГц. Во-вторых, через PCI. То есть, через медленную шину. Ну, и здесь, вероятнее всего, то же самое. Что ж, я хочу подвести итоги и сказать, что это хрень и совершенно она не актуальна. Даже под гаражный какой-то компьютер совершенно невозможно будет ее использовать. Что ж, ребята, вот такой вот был сегодня видосик. Напишите, нравится ли вам съемка на аналоговую камеру. Потому что, мне кажется, я сейчас вижу себя в мониторах предпросмотра. У меня, кстати, я не знаю даже, как вам показать-то. Так, ребята, у меня, короче, здесь стоит монитор предпросмотра. Вот, потому что иначе, иначе, ребята, я не вижу, что снимается. У этой камеры как такового нет никакого экрана, как у современных, чтобы я мог видеть себя. И я не знаю, вдруг она там разряется, с ней что-то еще случится, и она не будет снимать. Так что, ставьте лайк за аналоговую съемку, за такую комбинированную съемку. Полуаналог, полуцифра. У нас же все-таки выпуски и хай-тек, и всякие вот такие древние железки. Вот, ребята. Что ж, что ж. А следующий выпуск я хотел бы провести, наверное, по 939 сокету, либо по АМ2 сокету. Потому что они еще, ну, 939, ладно, он уже умер, но АМ2, он еще хоть как-то пытается держаться на плаву. И зачастую можно на Авито встретить очень много якобы игровых сборок под КСГУ и все остальное на базе вот этих вот АМ2 и всего. И всякие такие объявления, что домашний мультимедийный компьютер тянет игрушки, там, до 2010-2011 годов. Люди пишут, ну, вы знаете, все это за мануху. Вот, так что пишите вообще в комментариях выживание, на чем вы хотели бы увидеть. Я с удовольствием это сниму. Это вот вторая часть, опять же, тоже, наверное, сказать, можно сказать, пилотная. Первая всем понравилась, я не знаю, понравится ли вторая. Я вроде бы не сделал ничего хуже, но и не сделал ничего лучше. Кстати, по поводу линуксоидов, что я вам хочу сказать. Я пробовал поставить X-Ubuntu 14, X-Ubuntu 16.04 на вот этот компьютер. Я, вернее, их не пробовал поставить, я их поставил. Но это настолько ужасно, то есть не работает ничего. Ну, я имею в виду, все работает в том плане, что изображение есть, драйвера все встает, все работает. Но тот же Chrome, те же браузеры наподобие Chronyum и всяких там легких браузеров, они открывают даже хуже, чем на винде. И сама операционная система работает хуже, чем винда. То есть, ребят, умоляю вас, но не пишите мне о линуксе в комментариях. Я пробовал, я убил 9 часов. Я ставил 14 версию. Сначала поставил 16, думаю, 16.04, может, слишком версия высокая, почему так все лагает. Поставил 14, и все то же самое. Работает хлещие винды. Я даже это записывать не стал, потому что там, я не знаю, открытие файловой системы можно растянуть на 4 минуты хронометража, как просто будет открываться одна папка. В общем, линукс на этом дерьме тормозит просто ужасно. Не надо, не надо мне писать, чтобы я пробовал ставить линукс на подобные железки. Что ж, друзья, пишите в комментариях, на чем еще вы хотели бы посмотреть выживание. Ставьте обязательно палец вверх, чтобы я видел, что вам нравятся подобные видосы, вам нравится такая старая техника. Подписывайтесь на канал, разумеется, подписывайтесь на канал, разумеется, если вы еще не подписаны. Ну и заходите в группу ВК. Там у нас живое общение, виртуальные сборки, обсуждение ваших сборок, решение проблем с компьютером. В общем, очень много всего. И также подписывайтесь на телеграм-канал наш, на телеграм-беседу. Там уже 1300 человек, так как Роскомнадзор тычет пальцем, съешь там в нос, в глаза и не может его никак заблокировать. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Я думаю, там очень много всего полезного. Я там, конечно, редко бываю, но даже меня вы там можете застать и лично со мной пообщаться. Все, друзья, вам же всем огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все, всем пока и до встречи в новых видосах. Всем пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok